Всем привет! Недавно чинил одну багу, и возникла у меня следующая проблема. Во время ее починки я переключался активно между ветками, и багу-то я починил, но в итоге я закоммитил все не совсем туда, куда бы хотел бы. И у меня стал вопрос, а можно как-нибудь взять и вынуть конкретный коммит, а не конкретные изменения, и вставить их в другую? Смерджить в данном случае была бы плохая идея, конкретно из-за разницы веток. Поэтому мне хотелось именно вот этот кусок достать и положить его. И в гите, да, есть такая команда стэш, вот сегодня с ней предлагаю немного познакомиться. И такс, тоже вот недавно о ней узнал, поэтому, собственно, это видео и существует. Поехали! Узнаем, что такое git stash. Для этого мне нужна какая-нибудь папочка для эксперимента. Вот она у меня на данный момент пустая. Давайте сейчас заинициализируем какой-нибудь репозиторий в ней. И давайте создадим какой-нибудь файл. файл, ну, не знаю, kv.tht, и в него давайте что-нибудь запишем. Эхо, эхо, эхо. Что записать? Ну, давайте классический hello world. Нет, давайте hello stash, раз мы изучаем stash. И запихнем это вот в kv.tht. Окей, запихнули, да? Ну, те, кто не верит, что мы все-таки это сделали, можно убедить их. Так, от каких-то хотят. Есть. Что ж, запись у нас есть. Теперь давайте это делаем. Закоммитим. Закоммитим, закоммитим. Ну, допустим, ой, нет, отлично, это, скажем так, наши подготовительные действия. Допустим, а теперь мы продолжаем работать, 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 работать. Давайте я, создав другую ветку, другую ветку, назову ее second, и в ней я сделаю, так, асад, 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 и давайте что-нибудь запишу по саду. Hello, again, ну да, этого хватит, такс, и также я сделаю небольшую правку, hello, в наш первоначальный файл, qv.tht, и такс. Смотрим git статус, так, то есть у нас есть один untracked файл, мы его, поэтому сейчас добавим, is, add, и git, 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 commit, допустим, wrong place. Вот, воссоздали ситуацию, то есть я закоммитил другую ветку, а хотел бы я ее в нашу основную ветку, допустим, в мастер. И, собственно, как это можно сделать. Для этого мы пишем команду git reset soft head. Только голову снимаем. То есть данная команда, она отменит commit, но изменения оставит. Теперь вот эти изменения, да, которые мы, они сейчас просто не зафиксированы в виде коммита, но они есть жестко на диске. Гид, ой, ну вот, два файла у нас есть. Ну, давайте еще можно cut sth. Ой, qv. Там же у нас две строки должно быть. Вот они. То есть изменения как бы есть, но они не зафиксированы в виде, то есть не закомечены. Теперь мы их помещаем в так называемый stash, то есть некоторое временное хранилище, в которое мы можем складывать изменения. Та-дам! Сохранили. Есть команда git stash list. Это, то есть вы можете добавлять множество различных изменений, которые вы сделали в это временное хранилище. А потом их подтягивать из разных веток, которые вы хотите. То есть этот инструмент удобно, когда вы хотите, ну, скажем так, это, по сути дела, выступает в роли некоторого хэша, но который сохраняется, естественно, на диске. Так. Окей, git stash, git stash. А, я же хотел показать список. Вот, у меня сейчас всего лишь один. Окей, теперь что мне нужно сделать? Мне нужно, поскольку я вот этот коммит-то снял, да, по сути дела, теперь мне нужно переключиться на master git stash и можно выполнить команду pop. Команда pop, это, по сути дела, комбинация из команды apply и drop. Поскольку у меня здесь только один элемент, да, то есть мне не нужно указывать вот этот вот ключик, что я конкретно хочу, скажем так, снять и удалить из этого временного хранилища. Поэтому мы можем просто git stash pop. Та-дам! То есть мы видим, которые изменения применились. То есть у нас изменился, во-первых, master, то есть у нас появились changes to be committed и файл еще модифицировался. Так тут и показалось вот то, что drop-ается. Окей, дальше. Что мы делаем? Дальше нам нужно... Смотрим статус. Git. Ну, это то же самое было, да, то есть просто убедиться. И последний шаг это... Та-та-та-та-та-та-та-та. Это, конечно же... Ну, для начала нужно add, чтобы вот этот вот... Change is not stash for commit. То есть... Теперь у нас все готово для commit. Git. Commit. I am. Right place. Допустим. Та-дам! Что ж... Git. LS. Ой, какой? LS. То есть вот у меня два файла, но где они находятся? Они находятся в матери. Матери, матери, матери. И, собственно, все. Все-все-все. Если... А, ну, последнее, конечно же, это у нас... Можно git stash list проверить, что он... Что он у нас пустой. То есть мы вынули из кэша и удалили из кэша и применили. И... Так. То есть... А, я хочу же вернуться теперь. Checkout. Checkout. Second. Checkout. Second. Git. LS. Да почему опять TLS? Просто TLS. Вот. То здесь у нас один файл и нужно еще убедиться, что тут... Нечего коммитить. Все. Круто, круто, круто. Очень просто, да? То есть stash, это, по сути дела, некий кэш, в который вы можете использоваться, когда вы активно переключаетесь между ветками. Или вы вот неудачно закоммитили не в ту веточку. Все. Все-все-все-все-все. Где пауза? А то видео сейчас выскочит за 10 минут. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok